Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и любовь моей сестры, эпизод восьмой. На следующее утро. Все было как в тумане. Мне ведь не приснилось? Моя мама действительно осознала, через что она заставила меня пройти за все эти годы. Я не могла и представить, насколько сильно это может изменить мою жизнь. Ну, по крайней мере, я все еще у Хантеров. Эта семья стала лучиком надежды в аду, которая представляла моя жизнь в последнее время. Я так благодарна за то, что они со мной. Я только собиралась снова заснуть, как неожиданно. Сообщение от Харли. С днем рождения! Как это день рождения? Точно! Сегодня же мой день рождения! Блин, я всегда поражаюсь там в фильмах, сериалах, когда такое происходит. Я никогда не забывала о свой день рождения. Друзья, у вас такое было? Напишите, пожалуйста. Я чуть не забыла о нем совсем. Главное, Харли помнит. Спасибо! Мне бы хотелось украсть немного твоего времени до того, как безумная жизнь снова вступит в свои права. Хочу быть первым, кто увидится с тобой в этот особенный день. Впустишь меня для обнимашек в честь дня рождения? Полежать? Полежать? Полежать, Харли? Чувствую, как его сильные руки обнимают меня. Лучшее начало моего дня рождения. Разрешите ему войти? Иди сюда, красавчик. Раздевайся, ложись, раз пришел. Привет, именинница. Откуда ты узнал, что сегодня мой день рождения? У меня свои способы. Если честно, в этом году я совсем забыла об этом. Пока ты мне не напомнил. Неделя выдалась просто безумная. Знаю, поэтому я и решил проверить, как ты тут, готова ли к этому важному дню. Я пойму, если ты не захочешь говорить о том, что было вчера с твоей матерью и сестрой. Но если хочешь выпустить пар, то я с радостью выслушаю. Я не думала, что захочу говорить об этом. Я настолько устала даже думать о произошедшем. Но лежа в обнимку с Харли, чувствуя, как он прижимает меня к себе, мне было так тепло и безопасно, и я хотела, чтобы он знал обо всем. Она... она теперь знает. Твоя мама знает что? Моя мама знает, что она не права, что она ошибалась все это время. Во всем. Она всегда больше доверяла словам Оливии, чем моим, еще с тех пор, как моя сестра научилась реветь и указывать пальцем. Теперь она понимает, насколько облажалась. Ты серьезно? Мама одной из подруг Оливии услышала, как та кричит на ее любимую дочурку. Ну, знаешь, Рэйчел, мы на химии вместе сидим. Так вот, Рэйчел рассказала, как Оливия заставила ее помогать, когда решила подставить меня. Даже не знаю, почему у чужого человека, просто чьей-то матери, получилось переломить мамина восприятие Оливии. А когда я все эти годы рассказывала, что Оливия надо мной издевается, она всегда обвиняла меня во вранье. Я... Значит, ты думаешь, что теперь она все поняла? Ага, думаю, поняла. Я вообще никогда не думала, что до нее это дойдет. Я думала, что бы ни случилось, она все равно будет цепляться за свои иллюзии до самой смерти. Просто чтобы не признавать, насколько сильно ошибалась. Еще год назад я бы поспорила на свою жизнь, что так и будет. Но теперь, когда она все поняла, что ты чувствуешь? Облегчение. Я чувствую, будто гора с плеч свалилась. Они такие милашки. А как думаешь, ты сможешь простить ее? Думаю, однажды я к этому приду. Я горжусь ей за то, что она признала свою ошибку. Но, кстати, да, это очень важно. Далеко не каждый готов признать свои ошибки. И я с нетерпением жду возможности узнать друг друга получше. Это так круто, милая. Он назвал меня милой? Харли, я правда благодарна за твою поддержку во всем этом. Правда, я даже не представляю, как бы я справилась, если бы не ты. Офигеть! Ух ты! Утро хорошо началось у Алисы, что могу сказать? Алиса, я тебя люблю. Что? Я просто... Я должен был сказать тебе это. Я пойму, если ты пока не готова ответить, или если не чувствуешь то же самое. Но я просто хочу, чтобы ты знала, я правда тебя люблю. И всегда буду на твоей стороне. Ах, Харли. Я тоже тебя люблю. Доброе утро. С днем рождения, милая. Харли и вам рассказал? И мне? Неважно. Ладно, каково это, когда тебе исполнилось восемнадцать? Ну, пока это очень хороший день. Я давно так не высыпалась. Как вчера прошел разговор с мамой? На удивление. Продуктивно. Похоже, она наконец понимает, что происходит на самом деле. Я рада это слышать. Но, надеюсь, ты знаешь, тебе незачем торопиться уезжать отсюда. Тебе уже восемнадцать, так что теперь ты сама себе хозяйка. И мы будем рады, если ты пробудешь с нами сколько сама захочешь. Мари, это правда очень много для меня значит. Если вы не возражаете, я бы хотела остаться здесь еще на какое-то время. Или навсегда. Конечно, мы очень рады, что ты живешь у нас. Эй, Алиса. У меня для тебя подарок на день рождения. Какой интересно. Что, правда? И что же это может быть? Я решил, что в честь твоего дня рождения сниму из тебя заклятие моего очарования. Ничего себе, Аксель. Это лучший подарок в моей жизни. Всегда пожалуйста. И тебе стоит быть благодарным, братишка. Ты в порядке? Что? Ага. Похоже, тебя что-то беспокоит. Что случилось? Ну, теперь, когда с твоей мамой все разрешилось, как думаешь, ты скоро переедешь обратно? Ну, конечно. Мы так сблизились за время моей жизни здесь, и теперь он беспокоится, что я перееду. Он так заботится обо мне. Он так заботится обо мне. Нужно убедить его в том, что... Я остаюсь. Ты шутишь? И отказаться от таких приятных пробуждений, как сегодня? Это Мари еще о них не знает. Ну, если честно, даже если забыть об отношениях с мамой, в том доме все еще живет один монстр. Да, который, кстати, поклялся нам как-то отомстить. У меня плохое предчувствие. Оливия наверняка что-нибудь задумала сегодня. Что-то мне подсказывает, что она не сможет насладиться своим праздником, если не испортит его тебе. Как бы ужасно это ни звучало. Но я хочу, чтобы ты знала, чтобы она не задумала, я на твоей стороне. И я больше не позволю им тебя забрать. Что бы ни случилось. Спасибо, малыш. Ой, они такие уже няшки, не могу. Он ее называет Милая, а она его называет Малыш. Так, детишки, вам пора идти, если не хотите опоздать в школу. Конечно, не хотим. Еще раз спасибо за все, Мари. Еще увидимся. Хорошего дня, мам. Все готово к тому, чтобы этот день стал лучшим в моей жизни. После сегодняшнего дня никто не будет сомневаться, что Алиса настоящая преступница. На этот раз мне даже не придется разыгрывать близняшку-уродку, потому что доказательство будет прямо в ее шкафчике. И все благодаря этому лоху, как его там, и моему гениальному планированию. Боже, она с ним переспала? Когда директор услышит о том, что кого-то застукали с таблетками на территории школы, он тут же проверит ее шкафчик. А поскольку она больше не ребенок, ее отправят в самую настоящую тюрьму. Ты больная, Оливия, жесть. Да я гений. Сейчас я позвоню. Ах, да, точно. Все мои подруги бесполезные крысы. Да и ладно, пошли они. Мой план просто прекрасен. К концу дня неудачница Алиса получит по заслугам. Раз и навсегда. С днем рождения, неудачница Алиса. И что важнее, с днем рождения меня. Боже, как мы себя любим. Жесть. Спасибо, что проводил до класса. Конечно. Уверена, что с тобой ничего не случится. В классе. Думаю, все будет нормально. Он такой прибалдевший от нее. Я просто... Я за тебя переживаю. Харли, я в порядке, правда. Никаких горящих стрел, да и наковальни с неба вроде не падают. А теперь иди, а то опоздаешь. Алиса Берг? Можете пройти со мной? Эмм... Хорошо. В чем дело, директор Томас? Мисс Берг, если позволите, пожалуйста... Он как нахмурился, пришел мой защитник вперед. Директор, она имеет право знать, что происходит. Харли, все хорошо. Нет, Алиса. Я обещал, что больше не дам тебя в обиду, и я собираюсь исполнить это обещание. Если вы хотите ее забрать, то я иду с вами. Это пусть мисс Берг решает. Уверена, это дело рук Оливии. И мне правда может пригодиться поддержка Харли, чтобы справиться с тем, что она задумала. Получить поддержку Харли. Мне бы очень хотелось, чтобы Харли пошел с нами. Хорошо, мистер Хантер, вы можете пойти с нами. Пожалуйста, следуйте за мной. Уже целая толпа собралась. Мама, что ты тут делаешь? Алиса, директор Томас позвонил мне около часа назад. Он говорит, что ему под дверь подложили записку. Сообщением о том, что в школе принимают таблетки. И номером твоего шкафчика. Мам, это же просто бред. Что ж, милая, дело в том, что... Они правда нашли таблетки у тебя в шкафчике. Мам, клянусь, я ничего об этом не знаю. Сегодня я даже не заглядывала в шкафчик. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Только не снова. Харли... Я верю тебе, солнышко. Что? Я тебе верю. Мисс Бирк, вы же не всерьез? Мы обнаружили доказательства у нее в шкафчике. Отпечатки пальцев, сэр. Слышали про такое? Вызывайте, Сиесай. Мистер Томас, мне об этом известно. Хотите сказать, вы понятия не имеете, как эти таблетки попали на территорию моей школы? Наоборот. Я точно знаю, кто в этом виноват. Ну? Сдаст она Юли, не сдаст. Это Халивия. Откуда вы знаете? Поверьте, мистер Томас, я знаю. Я просто хотела сначала выслушать, что скажет Алиса. Можно отправить ее обратно в класс? Ей правда, незачем опаздывать. Не кашляй, все будет в порядке. Конечно, мисс Бирк. Алиса, вы можете идти, возвращайтесь в класс. И вы, мистер Хантер. По пути в класс я услышала объявление. Оливия Бирк, пожалуйста, пройдите в кабинет директора. Оливия Бирк в кабинет директора. Немедленно. Я знала, что сейчас пойдет полная жара. Но я не боялась. Я была готова к тому, что она для меня приготовила. О, это начало истории, друзья. Немного позже. Алиса, я тебя придушу. За что на этот раз? Я тебя ненавижу. Ну и? И я тебя не в восторге. Может, теперь отцепишься, если уже закончила свою истерику? Ты назвала меня истеричкой? А ну отвечай. Ты и так все слышала? Почему ты пытаешься испортить мне жизнь? Ты же моя сестра. Боже, вспомнила. Вот так мы к этому и пришли. Помните, я говорила, что она это заслужила? Что ж, полагаю, теперь это очевидно. Она действительно это заслужила. Ты закончила? Или мне лучше уйти, пока ты не пошла на второй круг? Ненавижу тебя. Расскажи об этом своему психотерапевту, дорогуша. Да, сейчас она тебя втащит, мы помним. Алиса, подожди. Ты сама меня вынудила. Не смей. Я расскажу маме. Бдыщ. Давай, лети, лети. Ой, жесть. Драка. Близняшки и Берг сейчас друг друга поубивают. Поднимайся. Я еще с тобой не закончила. Ого. А где раньше была эта красотка? Она просто нечто. Да как ты посмела свалить все на меня? Ты в последний раз испортила мне жизнь, неудачница Алиса. Я испортила твою жизнь? Хватит уже врать. Ну надо же. Хватит врать и говниться, Оливия. Говница. Ты обратила всех в моей жизни против меня своим враньем. И ради чего? В чем смысл? Чтобы ты почувствовала себя лучше? Ты провела всю свою жизнь, пытаясь меня раздавить, потому что тебе казалось, что это как-то делает тебя лучше. Но тут ты ошибаешься. Ты слишком долго издевалась надо мной и всеми в этой школе. Пора положить этому конец. Ты думала, что правда такая умная, что никто не заметит твою двуличную лицемерную сущность? Или ты не заметила? На твоей стороне не осталось никого. Выскажи ей все, близняшка Тихоня. Единственные друзья, которые у тебя были, просто боялись тебя. Но теперь, когда они видят, как тает твоя власть, они больше не боятся. Ты не понимаешь, что говоришь? Я знаю, что ты притворялась мной на вечеринке. Я знаю, что ты заставляла людей помогать подставить меня. Я знаю, что из-за тебя меня отправили в лагерь. Я знаю, что из-за тебя моя мама никогда мне не доверяла. И из-за тебя у меня никогда не хватало уверенности, чтобы завести друзей. Я знаю, что ты сделала все возможное, чтобы сделать мою жизнь жалкой. Но вот чего я не знаю, так это... А что? Почему ты так меня ненавидишь? Ты моя единственная сестра. Было ли время, пусть и даже небольшое, когда ты меня любила хоть немного? Момент истины. Как можно любить закатившийся в туфлю камень? Эй, фу! Фу! Оливия, ты худшая! Оливия, ты больна. И между нами все кончено, как бы... А между нами ничего и нет, по сути. И никогда не было. Это же не отношения. Надеюсь, когда... Давайте побудем немножко снисходительными. Она больная на голову. Ей все-таки всего лишь 18, и еще вся жизнь впереди. Было бы круто, конечно, если бы она все-таки поменялась, осознала все это. Ну, это так, помечтаем, да? Но тем не менее. Мы надеемся, когда-нибудь тебе станет лучше. Послушай, я понимаю, что иногда жизнь у нас дома была тяжелой, и порой было очень-очень паршиво. Но это не дает тебе права обращаться так с людьми и даже со своей сестрой. Надеюсь, что усилия, расстояние и время помогут нам стать лучше. И однажды мы снова сможем стать сестрами. Надеюсь, когда-нибудь тебе станет лучше. Но пока твоему террору в школе пришел конец. Теперь я королева. Я королева Алиса. Мы... Мы все... Больше не позволим тебе над нами издеваться. Однажды ты за это заплатишь. Вы все заплатите. Даже если это будет последнее, что я сделаю. Понятно, непробиваемая стена. Достаточно, мисс Берг. Думаю, вы прекрасно объяснили свою точку зрения. И точку зрения вашей матери, если уж на то пошло. Мам, что несет этот клоун? Боже. Ой. Оливия. Алиса права. Тебе нужна помощь. Это комендант Уоткинс. Опа, Паня нарисовался. Он заведует лагерем, в который Алиса когда-то попала, по твоей милости. Ты отправишься с ним туда сегодня же. Офигеть, да ладно? Друзья, мы с вами в комментариях обсуждали, какое может быть наказание. Но это был самый маленький шанс, что она отправится в тот же лагерь, потому что, как мы знаем, Оливия там не справится. Это все-таки не Алиса. Она сдуется, она очень слабая. Ужас. Но, с другой стороны, это, наверное, самое жесткое наказание. Карма, сто процентов. Но, мама... Не мамкой. Даже не пытайся. Может, позорище, да? Это продолжалось слишком долго, Оливия. Больше ты меня не одурачишь. Мое заведение создано специально для таких детей, как ты, Оливия. И я боюсь, что тебе придется пробыть в нем очень, очень долго. Особенно ее еще там будут сравнивать с Алисой. Типа, ну, она там явно оставила свой след. Они будут говорить, о, это ты жалкая копия Алисы. Типа, неудачница Оливия. Хе-хе-хе. Да быть этого не может. Сюда, как он прилетел, как этот флэш. Сюда, мисс Берг. Нет, нет. Я королева. Со мной нельзя так обращаться. Боже, таких психичек я еще не озвучивала. Жесть. Ее прям в наручники, что ли, заковали. Алиса, что только что произошло? Она ушла, Харли. Она ушла, она совсем. Это замечательно. Я так за тебя рад, Алиса. Ну, это вообще... Алиса, ты заслуживаешь чего-нибудь особенного. Например, твои собственные вечеринки в честь дня рождения. Правда. У меня никогда не было собственной вечеринки в честь дня рождения. Это всегда была вечеринка для нас обеих, на которой мне не стоило появляться. Именно. Вот поэтому я и собираюсь устроить ее для тебя. Эй, народ. Вечеринка у меня дома. Чтобы отпраздновать день рождения самой крутой девушки. Героини, которая избавила нас от худшей хулиганки. Алиса. 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 Ну, как тебе день рождения? Мне вообще нужно говорить, что это был лучший из всех, что у меня были. Что ж, ты права. Это я и так знал. Но я просто очень-очень рад быть его частью. И знаешь, надеюсь, в будущем все станет еще лучше. Кто вообще звонит в дверь на вечеринке? Я надеюсь, это уже точно папа. Что вы здесь делаете? Особенно вы, комендант. Без обид. Алиса, тебе стоит кое-что узнать. Я понимаю, что это может быть не лучшее место и время. Но все слишком затянулось. Это связано с Оливией? Ну, и да, и нет. Эй, Алиса. А кто это назовет? Тащи сюда свою крутую задницу и потанцуй с нами. Минуточку. Ну так, в чем дело? Мы можем поговорить снаружи? Да, конечно. Я скоро вернусь. О, это такой важный момент. Ну, так что с вами такое? Боже, они снова вместе. Второй раз за день. Трикси бы их наверняка назвала сладкой парочкой. Алиса, есть кое-что, что я давно хотел тебе рассказать. Давай, папань. Алиса. Алиса, я твой отец. Дарт Вейдер. Простите, мой кто? Насколько я знаю, у меня нет отца. Разве не так, мам? Алиса. Алиса. Когда я забеременела, все от меня отвернулись. Мои родители меня бросили, а мои друзья разбежались кто куда. Может, расскажешь то, чего я не знаю? Милая, мы с Уолтом даже не встречались. Это было свидание на одну ночь. Я был молод и испугался, когда она рассказала о беременности. Поэтому я ушел. И с тех пор жалел об этом решении. Но у меня никогда не хватало смелости прийти и встретиться с тобой и твоей сестрой. Мне правда, искренне очень-очень жаль. А мне казалось, что если заставить его стать отцом, это будет еще хуже, чем если я выращу вас одна. Поэтому я оставила все как есть. Но теперь я понимаю, что ошибалась. Прости. Линда, это уже в прошлом. Тогда у тебя были свои причины. И сейчас ты изо всех сил стараешься ради лучшего будущего. Алиса, я знаю, что совершала ошибки. Но сейчас сделаю что угодно, чтобы их исправить. Но почему сейчас? Ну, когда твоя мама обратилась в лагерь за помощью, и из-за того, что ошибочно считала проблемой с тобой, тогда я понял, что мне не просто придется с тобой встретиться, но и я наконец-то готов к этому. Я хотел знать, кто мои дети, хотел узнать вас обеих. Пожалуйста, прости меня. Это будет непросто. Но я правда хочу попытаться стать твоим отцом. Значит, вы и правда... Мой отец? Так вот, значит, почему вы всегда присматривали за мной в исправительном лагере. А еще столько всего хочу сделать для тебя, Алиса. Я хочу узнать тебя получше. С самой первой нашей встречи я не мог поверить, что ты моя дочь. Ну, я мог в это поверить. Когда смотрю на тебя, будто смотрюсь в зеркало. Ну, спасибо. Ну, ты же понимаешь, о чем я. Мы так похожи. Ну, я всегда размышляла о том, откуда получила свою внешность. Теперь я понимаю. Ну, правда, Алиса. С тех пор, как мы встретились, я только и думал, что о тебе. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, ну, правда. Ты умная, смешная, решительная, но добрая. Да, о такой дочери мечтает любой отец. И вы сразу все это поняли? Если честно, солнышко, это Уолт открыл мне глаза на тебя. Если бы не он, у меня бы еще долго не открылись глаза. Я просто надеюсь, что теперь, когда мы знаем друг о друге, мы сможем получше узнать друг друга. Потому что я полюбил тебя, как только увидел, малышка. О, боже. Папа. Ладно. Пока хватит всего этого. Тебя ждут на вечеринке, именинница. Я обещаю, что мы скоро еще поговорим. Вот это, конечно, крутой подарочек на день рождения, да? Спасибо за это, мам. Я люблю тебя. И я тебе, родная. Тогда еще увидимся. А вот и ты. Все в порядке? Все просто восхитительно. Вот и хорошо. Знаешь, у меня есть для тебя кое-что. Для меня? Да, только для тебя. Это особый сюрприз в честь дня рождения. Отойдешь со мной на минутку? С радостью. Да, конечно. Идем сюда. Ну, так... Да? Ммм, ну, да... Ладно, я просто тебе покажу. Я не очень умею подбирать нужные слова. Особенно рядом с тобой. Так, что там? Хе-хе-хе-хе. Панкейк? Я понимаю, что это мелочь. Я хотел подарить тебе торт или что-нибудь такое, но времени совсем не оставалось. Ну, и... Хе-хе-хе-хе. Что... Что такое? Он тебе не нравится? Мне казалось клубничный твой любимый. Прости, это было так глупо с моей стороны. Нет, он идеален. Никто еще не делал для меня ничего подобного. Это слезы радости. Он мне очень нравится. У меня никогда не было личной вечеринки и тем более торта. Или даже кекса. С днем рождения, любимая. Спасибо большое. Это мой лучший день рождения. Я скоро умру просто. От такого обилия мимимишности со всех сторон просто захлестывает меня. Остаток времени прошел просто чудесно. За такое короткое время. Изменилась вся моя жизнь. Мама вдруг начала мне доверять. У меня появился отец. И мне больше не нужно было иметь дело со своей ужасной сестрой. У меня появился парень, который любит меня и даже друзья. Настоящие, которые всегда за меня горой. Вскоре после этого я поступила в колледж, в который хотела. Вместе с Трикси, Софи и Харли. Год спустя. Ух ты. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Вы лучшие. Вы ведь знаете об этом? Ну, вообще-то да. Знаем. О, я так рада видеть девчонок. С цветами пришел. Привет. Надеюсь, я не слишком много пропустил. Это тебе именинница. Детка, они такие красивые. Все самое лучшее для самой лучшей. Ну что, девочки, какие планы на сегодня? На пицца. О, у нас запланирован отличный день для королевы именинницы. Сначала все вместе посидим в кафе. Потом маникюр, педикюр и массаж. Потом твои родители сводят нас всех в кино. Со вкусняшками. Я дала понять, что это обязательное условие. Сав, ты просто мастер переговоров, как и всегда. Но у каждого свои навыки. А потом... Можешь делать, что хочешь. Мы все в твоем распоряжении. Я стояла там в окружении лучших друзей, о которых только можно было мечтать. И радостно планировала свой чудесный день рождения, полный любви и счастья. Когда неожиданно ощутила наплыв грусти, как будто во всем этом не хватало какой-то части меня. И тут я поняла. Думаю, я... После всего мне нужно будет увидеться с сестрой. В конце концов, это и ее день рождения. Алиса, ты серьезно? Ага. Мы уже год не виделись. Возможно, теперь, когда все улеглось, можно попробовать снова. Папа говорит, что ей намного лучше. Ладно, Алиса. Если ты хочешь заняться сегодня этим, мы тебя поддержим. Верно, сестричка. Делай, что нужно. Мы с тобой. Ты же знаешь, всегда поддержу тебя в любом вопросе. Ну, тогда увидимся с ней позже. Но всему свое время и пока. Нам нужно заправить эту цыпочку углеводами и кофеином. Сейчас же. Я знаю, что бывает, когда она не завтракает. Она становится сущим кошмаром. Ну, конечно, она всегда великолепна, но зато ворчит, не переставая. Идем, подруга. Это будет лучший день рождения в твоей жизни. Ну, вот и все. Моя жизнь изменилась настолько, что раньше я и представить себе этого не могла. У меня есть друзья, замечательный парень. У нас наладились отношения с мамой. А мой отец... Да, мой отец. Ну... Он классный. По его словам, в исправительном лагере Оливию быстро поставили на место. Вскоре она научилась быть честной и скромной. По крайней мере, так мне рассказывали. Не думала, что скажу это, но... Думаю, с ней все будет в порядке. Научилась читать, да? Не так давно я ненавидела все в своей жизни. Но теперь все, что когда-то делало меня жалкой, изменилось. И взамен прошлому пришла прекрасная дружба и незабываемые воспоминания. Так что, наверное, суть в том, что какой бы безвыходной ни казалась ситуация, ты сильнее, чем думаешь. И ты справишься. И найдешь любовь, которую ищешь. Никогда не останавливайся на пути. Никогда не теряй веру в себя. Конец. Шикарно просто. Финальная глава вышла очень эмоционально. Прям безумно. Но в отличие от прошлых серий, когда нам было больно, неприятно на все смотреть, эта глава просто мега позитивная. Она настолько захлестнула меня любовью какой-то, не знаю, всепоглощающимся позитивом, поддержкой близких. История немного тяжеловатая морально, но она очень мотивирующая. В том плане, что действительно не нужно никогда сдаваться. Всегда найдется человек, который тебя поддержит. Главное, просто не опускать руки. И все можно наладить. А еще самый важный пункт этой истории о том, что показали суть вот этих негативных стерв, что на самом деле они не выпендрежные королевы. Не такие, как они себя строят. А на самом деле они наоборот еще более слабые, еще более закомплексованные, чем окружающие. Поэтому, когда ты взглянешь на это с другой стороны, то как-то реально уже и не страшно становится. И ты можешь дать отпор. Что еще хочу сказать. Это сокращенная версия истории, как оказалось. Спасибо подписчикам, что рассказали об этом. Если нажать здесь на автора, Мелисса Лавон, то здесь можно увидеть все ее истории. Тут их несколько. Вон, My Sister's Crush. Несколько даже частей. Смотрите, тут целых 24 эпизода. Обалдеть. Есть еще вторая часть. И еще какая-то LL. Я не знаю, что это. Любовные линии или... Не знаю, что за аббревиатура. И теперь понятно, почему Харли так нервничал и ревновал. Потому что в оригинальной истории Акселю отдано не меньше времени, чем Харли. И существует борьба братьев. А мы увидели только маленький кусочек и не поняли, почему так происходит. Все так быстро. Но, к сожалению, эти истории только на английском. На русском я не уверена, что они будут когда-либо переведены. Но, если вам интересно, вы можете пройти их самостоятельно. Если вы достаточно хорошо владеете английским. Я получила огромное удовольствие от прохождения данной истории. Я довольно скептически изначально относилась вообще к игре эпизод. Ну, типа, думаю, трэш какой-то, поржем вместе с вами. Но нет, довольно серьезные темы. Конечно, смешновато они двигаются, но я абстрагируюсь. И смеюсь параллельно. И как-то нервничаю, и переживаю. Да, именно ты переживаешь героям. И мне кажется, что в новелле это самое главное. Когда ты чувствуешь эти эмоции и сопереживаешь нашим главным героям. И точно так же сильно радуешься, когда у них что-то получается. Друзья, с нетерпением жду ваши отзывы и комментарии под этим видео. Не забывайте, что плейлист этой истории находится в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.